здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в проекте jumla сенсей мы продолжаем с вами изучать компонент форума кунена урок номер 72 и так смотрите например ваш форм стал расти у вас не хватает времени отвечать на вопросы и например на некоторые разделы или на весь форум вам нужен человек помощник который будет получать уведомлений на email когда на форуме создаются новые посты и после этого реагировать на них то есть отвечать им таких людей называют модераторы или проще говоря помощники администратора как назначаются модераторы на форуме кунена конечно же этот человек он должен быть зарегистрирован на сайте на вашем в первую очередь смотрите переходим компоненты кунена форум назначается модератор очень легко переходим вот здесь вот есть такая кнопочка пользователи здесь будут отображаться список всех зарегистрированных пользователей то есть автоматически если кунена форм был установлен на новый сайт все новые пользователи зарегистрирован на сайте они будут здесь находиться форме тоже то есть вот я администратор и вот у меня есть тестовые пользователи как назначить пользователи во первых кликаем по имени пользователи переходим внутрь пользователя здесь можно всевозможные сделать манипуляции но нам нужно назначить его модератором не пропустите мои топовые продукты под джумла следующая вкладка модерация является модератором ставим да то есть мы назначаем этого человека модератором и на какой раздел созданы вами на форме на какой раздел вы хотите назначить этого модератора давайте назначим его на шаблоны джумла зажатым контролом можно назначить хоть все ваши категории форма если это нужно я беру только шаблон джумла пускай будет только там дальше смотрим что здесь есть еще интересного и название статуса модератор можно выбрать здесь и нажимаем сохранить и закрыть здесь в списке видим статусы вот я администратор вот модератор потому что если будет много пользователей зарегистрированных на сайте и несколько модераторов если их нужно будет списке быстро найти мы можем здесь отсортировать выставить да и отобразятся все модераторы из списка если нужно быстро будет найти какого-то человека после того как вы назначите модератора в категории шаблоны джумла там где назначил модератора будет подписываться вот такой вот ссылка и модераторы на одну категорию можно назначить несколько модераторов если это нужно например очень популярный форум очень много вопросов и у вас есть такие люди несколько модераторов на одну категорию они здесь будут перечислены в списке принципе вот и все о модераторах принципе информация получилась очень короткая в этом уроке давайте поговорим еще о уведомлениях смотрите если вы используете в общих настройках сайта джумла обычный ящик почтовый ящик от mail давайте посмотрим то письма вам скорее всего не придут вот здесь это указывается до email сайта недавно произошли серьезные изменения в политике компании mail.ru и теперь на обычный ящик как вы видите письма не приходит уже многие сталкивались с такой ситуации многие не понимают что происходит я полагаю что это происходит из-за этого из-за новой вот этой политики какие есть варианты конечно же это не сто процентов информация но я полагаю что это связано с этим как-то какие здесь есть выходы выходов здесь несколько конечно же вы забудьте вообще вот об этом ящике mail.ru потому что иначе вы просто не будете получать уведомления с вашего форма и вообще варианты какие на mail.ru есть почта для бизнеса можно там зарегистрировать новый ящик а там все настроить и использовать здесь как настроить это все дело там у них даже видео уроки свои есть просто вбейте в поиски почта для бизнеса mail.ru еще один вариант на платном хостинге практически у всех хостингов есть создание своего почтового ящика то есть на том хостинге где у вас расположен сайт вы создаете mail на тот мл также будут приходить письма или другие варианты если вы используете яндекс и google то также эти почтовые сервисы они работают но опять же это скорее всего ненадолго потом возможно там тоже они применят новые правила и тоже не будет работать здесь нужно создавать ящик то есть вот как я сделал почта для бизнеса на mail.ru теперь вот у меня на моем сайте здесь можно видеть сменился почтовый ящик school собака и вы видите что идет в окончании адрес моего сайта то есть новый почтовый ящик он привязан непосредственно к моему домену на такой ящик никогда письма не попадут там спам или еще куда-то всегда письма будут доходить ну или же я использую еще почту от google в общем здесь я сейчас списываю почту от google мы сейчас будем с вами проверять доставляемость писем email сайта значит я прописал обычный электронный ящик здесь от google простой нажимаю сохранить и закрыть теперь переходим на форум я залогинился как тестовый пользователь и сейчас создам тестовый пост я создаю пост в разделе шаблоны jumla здесь у меня есть модератор вы помните смотрите что происходит как администратор я тоже получаю письмо и модератор по идее тоже должен получить письмо сейчас это проверим вы как администратор вы контролируете модераторов следите за их не работой то есть вы видите что есть новый ответ и следите как быстро работают ваши модераторы то есть как быстро ответит Так как и вам приходит письмо и модератору, поэтому вы знаете, когда пришло письмо, в какое время. Например, что-нибудь напишу, просто поставлю единицы, отправить. Письма должны получить и я, как администратор, на ящик Gmail. И, кстати, у модератора почта может быть любая, даже от Mail. Вот такая вот ситуация. У модератора ящик может быть любой, а адрес отправителя, мы же отправляем с сайта, вот здесь именно важно, адрес отправителя должен быть или Gmail, или Яндекс, или почта от хостинга, либо своя почта, привязана к домену. Об этом я уже говорил. На FEDOR2626 это модератор почта. Переходим на почту, вот видим новое письмо, открываем. И вот это письмо, тест. Вот сообщение 111, вы видите, да? Вот, кстати, о виде письма у нас теперь с новой версией CUNEN5. Не просто приходит в текстовом сообщении письмо, а приходит в HTML-письмо с красивым таким оформлением. И я еще расскажу вам, как заменить вот эту картиночку на свою. Здесь может быть логотип вашего форума. Это значит, модератору пришло письмо. Заходим в почтовый ящик администратора, то есть я администратор форума. Вот это то же самое письмо. Пришло мне сюда. Вы это видите. 111. Не забудьте в настройках форума, если письмо не приходит вашему модератору, первое, что может быть, смотрите, переходим к CUNEN5 форум, переходим конфигурация, переходим безопасность, вкладочка. И вот здесь вот есть такой пункт, уведомлять модераторов по email. Обратите внимание, чтобы у вас было выбрано о всех новых сообщениях. Тогда модератор будет получать. Здесь, в принципе, описано все. Теперь по поводу сообщения. То есть как заменить вот эту картиночку. Эта картиночка находится в нашем CUNEN5. Нужно просто знать, где она лежит и как ее заменить. И еще один момент. Если ваш сайт с форумом CUNEN5 находится на локальном хостинге, то есть это, например, Denver или OpenServer, то вы не сможете протестировать работу писем, то есть как они приходят. Только на хостинге это можно протестировать. Переходим в панель хостинга. Вам надо перейти в диспетчер файлов или зайти по FTP, зайти в корневую папку вашего сайта, дальше зайти в папку Media, дальше найти папку CUNEN5, дальше найти папку Email, найти файл. Вот он. Я его выделил сейчас. PNG-картинка. Далее его нужно скачать на компьютер. На фотошопе, например, его изменить. И с тем же названием, и с тем же размером заменить ее здесь. То есть вот я сделал, заменил картиночку с логотипом на свой. И в письме, при ответе, и вам тоже, как администратору, будет приходить один и тот же шаблон с вашим логотипом. На этом здесь все. Надеюсь, для вас урок был полезным. Если это так, ставьте, пожалуйста, лайк. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период – 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok